всемирная паутина иногда нам показывает весьма странные вещи все знают что первым темнокожим президентом сша был барак обама и это вроде бы всем известный факт до него соединенными штатами руководили только белые президенты я в этом тоже никогда не сомневался пока не увидел ролик на англоязычном канале джустин павлок настоящий англоязычный альтернативщик на его канале много интересного но сильнее всего меня зацепил ролик под названием авраама линкольн был черным теория джустина павлика вроде бы абсурдно как первый президент мог быть чернокожим ведь сохранились десятки изображений этого человека и весь мир знает что линкольн был белым так то но в расследовании джустина павлока я нашел очень интересные моменты и предлагаю вам с ними ознакомиться вот как описывается внешность авраама линкольна в автобиографии которая хранится в библиотеке конгресса рост 6 футов 4 дюйма вес 180 фунтов смуглый цвет лица жесткие черные волосы и серые глаза это описание почти точно повторяет и другие документы того периода во всех присутствует смуглая кожа и черные жесткие волосы также джустин павлок нашел ссылку на очень интересное письмо линкольна другому человеку вот как в этом письме линкольн описывал себя разве ты не помнишь длинного черного парня линкольн говорил о себе как о длинном черном парне весьма странно человек живет в стране в которой еще официально не отменили рабство пишет что он чернокожий парень также друзья линкольна очень часто описывали его лицо как темное иногда темно-коричневое посмотрите сами ролик джустина павлока он проводит очень интересные параллели с другими правителями европы а мы с вами немного разберем эту версию вот что у нас есть всем известно что линкольн был белым это вроде бы подтверждается фотографиями но вот только фотография 19 века не очень надежный свидетель и это подтверждается вот это интересные истории начала 20 века у вас дома есть портрет линкольна спрашивал газета chicago tribune у читателей в 1910 году и дальше продолжала если да то наверняка именно этот знаменитый портрет в полный рост в окружении государственной символики так вот знаете этот снимок едва ли вообще можно назвать фотографии линкольна это только на одну восьмую линкольн и действительно от линкольна на снимке только голова все остальное тело руки ноги а также костюм мантия кабинет и все предметы интерьера принадлежат бывшему вице-президенту сша джону колдвину кэлхуну и скопировано даже не с фотографией а с портрета масла этот портрет линкольна был выпущен в 1865 году обоих политиков уже не было в живых кэлхун умер в 1850 году и общественность о нем почти забыла недавно же убитый линкольн был национальным героем фотографии и любые сувениры связанные с ним продавались как горячие пирожки но линкольн при жизни не слишком много фотографировался и настоящих снимков не хватало особенно не хватало снимков героических поэтому попав на рынок эта фотография стала самым популярным изображением линкольна копии именно этого снимка заняли почетное место во многих американских домах очень уж он соответствовал тому образу который граждане хотели представлять президент был на нем серьезным но в то же время добрым торжественным вместе с тем человечным имя создателя подделки история не сохранила но очевидно что это был художник не только талантливый но и внимательный к деталям он не просто поменял голову сенатора на портрет линкольна работы известного фотографа мэтью брэдди но и отредактировал документы на которых покоилась левая рука кэлхуна если в оригинале речь шла о свободной торговли и суверенитете штатов то в новой версии уже о конституции союзе и освобождении рабов портрет линкольна самая знаменитая но далеко не единственная фото подделка в американской истории того периода знаменитая фотография уиллиса гранта в 1864 году была смонтирована даже не из двух а из трех изображений чтобы получить эффектный снимок где генерал брал осматривает линию фронта верхом на коне голове гранта приклеили тело другого генерала армии северян александра макука и все это наложили на снимок лагеря с пленными южанами на приведенном выше примере очень хорошо видно что не стоит особо доверять американским фотографиям девятнадцатого века особенно тем которые освещают период гражданской войны в сша и поэтому сейчас сложно сказать как выглядел первый президент сша на большинстве фотографии картин он выглядит белым на некоторых фото у него цвет кожи как у ливийца или мавританца современники подчеркивали темный или коричневый цвет его кожи сам себя он называл черным парнем так что эта история весьма запутана мать линкольна нэнси хэнкс имел вполне европейские черты лица предки отца линкольна приехали в америку из восточной англии графство норфолк отец линкольна тоже похож на европейца так что от родителей авраам линкольн вряд ли смог унаследовать темный цвет кожи но история с цветом кожи первого американского президента на этом не заканчивается в 2003 году были обнаружены тайные любовные письма матери линкольна который свидетельствует что мать линкольна встречалась с рабом по имени иемис с плантации в кентукки так что вопрос с цветом кожи линкольна остается открытым эта тема почему-то интересно не только таким альтернативщиком как юстин павлок но и официальным историком которые рассказывают про письма матери линкольна создается ощущение что этими письмами собираются прикрыть настоящую историю происхождение авраама линкольна вскрыть его черных предков все упростить до обычной любовной истории белой женщины и раба почему-то историки не очень любит рассказывать о черных королях нашего мира а ведь эти черные правители сохранились на картинах средневековых художников вот например черная дева мария 17 века эта картина украшает церковь не в какой-то африканской стране это франция собор нотр-дам-де-лепи в верхней луаре вот еще одна интересная картина находящаяся в польше 1739 год лорд джонима с мавританкой фредерикой начале можно подумать что это просто черная прислуга но если присмотреться то мы увидим бриллиантовую брошь на голове черной женщины вот гобелен начала 17 века из фландрии где мы видим очень хорошо одетых черных людей 1530 год триптих поклонения волхов видим черного мужчину с царским жезлом 1515 год нидерланды мужчина похожий на пушкина в церковном одеянии италия 1532 год камея александро д медичи по моему комментарии тут излишним 15 век опять сцена поклонения волхвов и опять один из волхвов черного цвета германия покров вероники как мы видим на этой картине только кожи иисуса темного цвета все остальные персонажи белых картинка из библии венцеля 14 век очень интересный черный рыцарь европейских доспехов италия 14 век полиптих с коронации богородицы и святых очень интересные персонажи с темным цветом кожи по моему авраам линкольн мог бы на них походить 12 век перегородчатая эмаль рундель святого пантелеона люди с темным цветом кожи почему-то очень часто изображались на средневековых полотнах это был совершенно обыденный сюжет и никого он не удивлял это было бы нормально если бы изображали прислугу или рабов но мы видим изображение высокопоставленных священников и королей и даже это не особо противоречит современной истории что странного в том что в африканских странах правили черные короли вроде бы ничего но что странно пока я изучал автобиографию линкольна я совершенно случайно вскрыл пласт совершенно неизвестной мне истории оказывается в истории европы есть очень интересный период о котором обычным людям практически ничего не известно все мы знаем что северной европой изначально правили белые короли этот факт как бы никем не оспаривается ей сам всегда представлял королей англии или германии только белокожими но возможно это было не совсем так мы сейчас изучаем истории европы которые написали белые люди для белых людей и эта история красиво и логично но похоже что эта история не совсем политкорректно и из нее вытянули целый пласт просто фантастической информации короче в некоторых странах европы правили черные монархи не просто какие-то смуглые итальянцы и испанцы европой правили короли негроидной расы звучит конечно необычно черные короли европы но если вы ознакомитесь с фактами которые несколько лет собирал англоязычный ресурс real history то вы сильно призадумайтесь real history в отличие от других альтернативщиков занимается только одной темой а именно изучением настоящего прошлого европейских королевских семей и поиском их черных предков и похоже в этом они сильно преуспели на сайте real history просто огромнейшая подборка информации по этой теме я не со всеми выводами согласен но то что я увидел заставляет призадуматься я вам приведу несколько интересных фактов с этого сайта начнем с германии по какой-то странной причине в этой европейской стране многие города украшены статуями черных мужчин в доспехах статуи не всегда похожи одна на другую но все их приписывают одному человеку мифическому африканскому рыцарю по имени сын морис также немецкие городки очень часто украшают головы так называемых мавров до 1806 года германию называли священной римской империи и почему-то германские города украшают не головы римских легионеров и не статую древних римлян а мавры и черные рыцари пойдем дальше и посмотрим как дело обстояло в англии британском музее есть изображение очень интересных семейных гербов и почему-то их украшают черные головы фамильный герб фугеров украшен черной королевой есть еще занимательная история связанная с английской королевой елизаветы 1 после того как фрэнсис дрейк совершил кругосветное путешествие елизавета первая одарила его драгоценным медальоном на одной стороне которого был портрет елизаветы а вот другая сторона медальона украшена почему-то головой мавра вот еще интересное ювелирное украшение принадлежащие луи четвертому и в центре этой композиции мы видим черную голову теперь перейдем к письменным источникам и рассмотрим книгу правительственного агента или попросту говоря английского шпиона джона маки которая опубликована в 1733 году и называлась мемуары секретные службы джона маки эсквайера в этой книге есть очень интересное описание герцога ньюкасла черный румяный человек странное словосочетание те кто владеет английским могут сами перевести ссылку я оставлю граф миддлтона описывается как черный человек среднего роста получается что некоторые аристократы старой англии описаны как черные люди а вот у нас король эдуард 3 и почему-то лицо у него закрашена темным цветом теперь посмотрим на рыцари стоящих под флагом великой римской империи конечно же историки скажут что это египетский полководец древнего рима святой морис только почему-то римский полководец облачен средневековые европейские доспехи они в доспехе древнего рима теперь перейдем к древним монетам нас интересуют те на которых изображен знаменитый карфагенский полководец ганнибал барка историки нам показывают вот такие бюсты и говорят что это ганнибал барка лицо мужчины на этих монетах тоже приписывают ганнибал вроде бы все правильно с одной стороны монеты мужчина с древне римским профилем на другой стороне изображение слона но что странно есть другие монеты которые тоже приписывают ганнибал на одной стороне этих монет изображен слон на другой мужчина похожий на пушкин такой же мужчина изображен на монетах найденных на острове лесбос а вот как выглядит настоящие бронзовые изделия найдены на территории греции но их особо не афишируют на всеобщее обозрение выставляют более красивые вот такие изделия из бронзы вот какой вывод можно сделать на территории европы очень часто встречались люди негроидной расы эти люди занимали весьма высокие посты европейских странах в их честь даже чекадили монеты также их изображали на королевских камеях вроде бы все это можно объяснить европейцы ходили в крестовые походы в африку и приводили оттуда черных невольников также европейские купцы вывозили на кораблях живой товар из африки насчет крестовых походов сказать сложно достаточно вспомнить черного рыцаря в доспехах а вот насчет перевозки африканских невольников на кораблях у нас есть очень интересное исследование с конца 1960-х годов герберт кляйн и другие ученые начали собирать архивные данные о рейсах невольничьих кораблей к 1980 году было зарегистрировано около 11 тысяч индивидуальных трансатлантических путешествий работа по анализу всех этих рейсов продолжалась до 1993 года благодаря этому сегодня мы можем увидеть реальную цифру перевезенных невольников из африки в европу и америку вот посмотрите на эту замечательную таблицу слева указан год сверху страны в которые привозили невольников так вот все мы знаем что в америку везли черных рабов из африки историки называют цифры сотни тысяч человек но согласно этой таблице нью-йорк за 375 лет было привезено всего 8105 рабов великобритания франция и голландия за этот период купили всего 456 афроамериканцев получается что в европу привезли очень мало африканских невольников а ведь черные люди изображались на монетах картинах и вазах древней европы если это были не рабы значит это были обычные граждане европейских стран некоторые из которых занимали весьма высокие посты ладно оставим пока европу в покое у нас тут появилась другая проблема а именно откуда в америке появились черные рабы ведь согласно таблице которая основана на расчетах герберта кляйна в америку до 1875 года было везено меньше 10 тысяч африканских рабов и это очень странно ведь историки нам рассказывают о сотнях тысяч черных рабов трудящихся на американских плантациях если их не привозили из африки откуда они тогда взялись и тут мы подходим к еще одному американскому мифу миф о краснокожих индейцев нам с детства втирают североамериканские индейцы были не черные и не белые они были какими-то странными краснокожими метисами которых почти всех истребили новые переселенцы смотрите какие есть удивительные совпадения в американской истории североамериканский континент заселен краснокожими индейцы большая часть которых исчезла в 19 век индейцы исчезли и в америке как бы из ниоткуда появились сотни тысяч черных рабов их как бы привезли из африки но последние данные указывают на то что из африки привезли только 10 тысяч человек так откуда же взялись остальные сотни тысяч и тут я еще раз повторюсь о странном совпадении индейцы исчезают их место занимают черные рабы из этого можно сделать достаточно простой вывод индейцы никуда не исчезли индейцы это и есть настоящие черные рабы не спешите меня обвинять в безумии сейчас я вам все объясню смотрите все знают что индейцы не были черными и вот здесь нас и обманывают посмотрите на эти гравюры они написаны в разное время но на всех мы видим чернокожих индейцев конечно не все индейцы имели черный цвет кожи но темнокожие очень часто встречаются на гравюрах 17-18 веков особенно ярко это представлено на эмблеме америки 1798 года где мы видим прекрасных чернокожих индейцев о которых почему-то перестали говорить в девятнадцатом веке и при этом девятнадцатом веке из ниоткуда появились сотни тысяч черных рабов сейчас сложно сказать был ли настоящий авраам линкольн черном кроме его слов и записи современников у нас нет других доказательств но то что в сша и европе активно переписывалась история из нее удалялась всякое упоминание о высокопоставленных черных людях мы можем сказать совершенно точно в северной европе люди с темной кожи конечно не занимали все руководящие посты но некоторые из них вступали в брак с царскими особами и возможно руководили европейскими странами на этом все смотрите мой канал